МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семейное счастье – это он, она и безграничная любовь. Любовь, которая проверяется временем и трудностями. Или... Черт побери. Автомобилем. А, да мы едем. В нашем шоу мужья обязуются научить своих жен водить авто всего за три дня. А надо газовать вот так. Крутятся колеса машина, едет. Мы едем. Что за знак? Парковка. Уже на четвертый день они сдадут экзамен профессиональному автогонщику. Может, на тебя давят мои титулы? Ух ты. И лучшая из двух учениц принесет своей семье денежный приз. Только они еще не знают, что их семейной клятвии в горе и в радости предстоит пройти настоящий тест на прочность. Ты меня хоть чуть-чуть любишь? Тебе важнее она или я? Знакомьтесь, это первые герои нашей программы. Руслан и Оксана. Меня зовут Руслан, мне 43 года. Я руководитель отдела рекламы и маркетинга в медицинском центре. Я мужчина в полном расцвете силы, у меня это третий враг. В Оксане меня привлекло скорее выдающиеся внешние данные. Меня Оксана, мне 36 лет. Я работаю интернет-маркетологом. С Русланом мы встретились по работе. Сейчас мы с Русланом работаем вместе 24 часа в сутки. Все время мы посвящаем друг другу. Научиться водить хочу, потому что хочу свою машину и не хочу зависеть от мужа. Это наш автомобиль. Это наш бедемотик. Ему уже 10 лет, а на спидометре больше 300 тысяч. Объездили полстраны. Я хотел бы научить Оксану водить машину, и лишняя пара рук за рулем на дальних путешествиях мне бы не помешала. Думаю, что Руслану будет тяжело во время обучения. Я достаточно нервная барышня. То есть кричать и психовать будет больше она, чем я. Мы уверены в нашей победе, потому что мы самые классные. Сто процентов. А это их соперники – задорные и веселые Костя и Катя. Меня зовут Костя, мне 33 года. Я работаю системным администратором. Но, как говорится, если у вас очень много свободного времени и денег, займитесь фотографией, не будет ни одного, ни другого. Поэтому я увлекся фотографией. С Катей я познакомился через интернет. При первой нашей встрече я сразу понял, что это любовь всей моей жизни. Меня зовут Катя, мне 27 лет. Я работаю юристом в крупной консалтинговой компании. 12 лет назад я пробовала научиться водить, но мы попали в аварию. И после этого у меня появился страх. На данный момент я очень хочу побороть этот страх и надеюсь, мой муж мне в этом поможет. Это наш семейный автомобиль. Ему уже 9 лет. Мы его очень сильно любим. И пока его не собираемся менять. Собираемся. После программы, наверное. Костя обожает этот автомобиль. И я даже не знаю, как он мне даст его. Я думаю, что Кате будет тяжело научиться водить автомобиль из-за ее вспыльчивого характера. Я думаю, что Косте просто не хватит терпения научить меня водить. Привет, наши самые красивые зрители и самые милые участники. В эфире шоу «Научи жену рулить». Самое лучшее шоу в мире. Это по твоему мнению. Это по объективным причинам. Это, кстати, наш главный эксперт, профессиональный автогонщик, экзаменатор. Валерий Шевелер. Все время забываю. Актер, шоумен, сценарист и телеведущий. Да-да-да, это все я, Денис Косяков. Но это не так важно. Главное, что вас, мужья, я отлично понимаю. Потому что и сам учил жену рулить. Как память об этом, у меня осталась пара седых волос и отличный сюжет для ночных кошмаров. Итак, запомните. Если вы решили принять участие в нашем шоу, я ваш лучший друг. А я нет. Для вас я Валерий Витальевич Шевелер. Профессиональный автогонщик. Чемпион, инструктор по экстремальному вождению и просто самый виртуозный водитель из всех, кого вы знаете. Запомнить обо мне вам нужно лишь две вещи. Во-первых, ваша победа всецела в моих руках. И во-вторых, мне абсолютно безразличны женские слезы. Давай знакомиться с нашими участниками. Это Катя и Костя. Я буду называть вас Кака, как футболиста. А это Руслан и Оксана. Я буду называть вас Роксана, как Бабаян. И мужчины, я вас поздравляю, ведь совсем скоро у вас появится то, о чем вы даже мечтать не могли. Свой личный водитель. Обязательно появится, только вам придется следующие трое суток потрудиться. А на четвертый день мы с вами встретимся на экзамене. И, как обычно, я увижу, как мужчины не умеют учить своих жен. И тогда же мы узнаем, кто из вас станет счастливым обладателем огромной купюры номиналом 65 тысяч рублей. Я вручаю вам планшеты. На них по-прежнему загружены правила дорожного движения. И там же вы найдете ежедневные задания. Ну а начнем мы наше шоу сразу же, как только Валера подумает о том, какой я классный. О, начали! Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы победа была именно на нашей стороне. И везение, я думаю, тоже будет на нашей стороне. Я думаю, что паре конкурентов для победы не хватит азарта. Мы будем брать победу настойчивостью и теорией. Первый день обучения. Его наши пары, как всегда, проведут на автодроме. Сегодня мужья должны научить жен всем автомобильным азам и не только. Еще придется освоить заезд в гараж, мастерски крутить руль и трогаться под горку. Включаем первую передачу. Чуть больше газа и отпускаем плавно, плавно. Стоп, 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 стоп. Тучи никто не отпустил. Нажимаем сцепление, ставим первую передачу. Это первая? Ключи и трогайся. Не трогай. Одновременно ногу опускаем с сцеплением, добавляем газ. Правильно, держи, держи руля. Стоп, стоп, тихо. Завелась. Дернулась, остановилась. Заглохла. Так, где мой ремень безопасности? О ремнях Руслан правильно вспомнил. Чувствую, обучение будет не менее веселым, чем старт. Цепление. Не получалось трогаться. Я в этот момент очень сильно переживала, потому что, если я не могу тронуться, как я вообще могу ехать? Ты его отпустила, ты не можешь? Я не отпустила его, я его не могу просто, блин. Попробуй нажми на контрасте. Ну что началось-то? Знаешь, что такое игра на контрасте? Попробуй нажми, блин, на эту гребанку. Хорошо, ты сцепление можешь выжать? Теорию супруге рассказал, но что с того вышло, как-то было весьма плачевно. Да, Костя теорию изложил очень доступно. Нет, точнее, спокойно донес нужную информацию. Береги, Костя, нервы, береги, впереди еще три дня. Много газа, слишком быстро. Выезжаем на змейку. Право, 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 быстрее, 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 быстрее. Стой! Я сказал, стой, значит, стой, а не едь. У нас были проблемы с управлением, потому что у нас машина сама ехала, водитель за ней сидел и наблюдал, как она едет. У меня руль теряет. Теперь он убегает. Руль убегает от Кати, но главное, чтобы Катя не убежала от Кости. Тем временем пара конкурентов даже добралась до змейки. Видишь стрелку? Вот как стрелка ведет, а так и едет. Я растерялась, если честно. Как я еще вообще нормально ездить не могу, а уже меня отправляют на змейку. Руля вправо, 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 вправо. Левее. Колесо. Давай-давай-давай, объезжаем, объезжаем. Левее, левее, левее. Пи***ц, кому-то. Прости, господи. Мне нравится, что они на все позитивно реагируют. Ни криков, ничего. Не так часто у нас случаются такие участники. Руслан и Оксана все на позитиве установили новый рекорд. Проехались по всем шинам на автодроме. Наверное, нужно было ребят предупредить, что их обычно объезжают. А вот у конкурентов в машине никакого позитива. Дон задает муж. Куда газуешь? Притормози. Давай назад, потихоньку только. Стой, ну куда? Стой! Стой! Тебе надо попу туда было вынести. Объяснение, как попу вынести туда. Надо сначала накричать, а потом спокойно сказать тебе туда. Выжми сцепление, притормози. Не надо, чтобы у тебя машина ехала непонятно куда. Ты управляешь, а не машина такой. Ты сказал ехать назад. Я еду назад. В чем проблема? Самое сложное, это было Кате объяснить, как необходимо сдавать назад. Как дятел долбить одно и то же. И немного нервы сдают. Надо было говорить, выезжай назад и куда там, в ту сторону, в общем. Ну, в общем, согласен с Катей. Я бы тоже ничего не понял на ее месте. Теперь с гаражом. Там немножко сложнее будет. Держим дорогу, держим. Держим дорогу, держим. Держится! Дорога не держится у человека. Это ж надо. Слушай, я не вижу, где здесь эти колеса. В какую они сторону смотрят. Это не трактор. Здесь не будет видно колес. Там хорошо, там видно. Что дальше делать, я вообще не понимала. И там сидела, как обезьяна с гранатой. Стоп! Ура! Слушай, я так классно заехала. Прям сама охренела. И правда, неплохо для первого раза. Посмотрим сейчас, как Катя справится с парковкой. Зачем так много газа? Потому что ты все время кричишь, что мало газа. Потому что ты тронуться не можешь, ты глохнешь. Так мало или много? А чтобы она ехала! Меня раздражало то, что Катя меня не слушает, когда я говорю. Ты эту сторону видишь? Не вижу! Я не могу сосредоточиться и сюда, и туда. А туда и туда надо, и сюда смотреть, и вперед, и на приборную панель. Везде надо. Ты знаешь, что такое конструктивный диалог? Представляю. Расскажешь? Ну, сцепление, кто будет выжимать? Куда ты газ давишь, а сцепление не выжимаешь? Как она тебе поедет? Выжимаю сцепление. Где? Где, как, туда, сюда? Костя просто мастер объяснений. Пора выпускать книгу цитат наших участников. Как обучить жену вождению, не используя нужных для этого слов. Выезжаешь из гаража, не забудешь пульта закрыть ворота. Ничего себе. Влево, влево. Нет опыта, вся теория идет на смарку. Влево, влево. Ты сама сказала влево, влево. Да ну, блин, Руслан, ну дай двинуться вообще. Влево, влево. Когда едут, только влево. А когда еще не едут, ну, ***, вот это вот ***. Ты видел? Он рожице корчит. Ты видел? Такой милый. Пока она не смотрит. Очень милая пара. Рапняем. Стой! Сцепление. Все. Мне показалось, что он хочет ударить, но вместо этого дернул ручник. Может, он хотел ударить ручником, просто не смог оторвать? Сцепление отпусти, расслабься, расслабься. Умеет человек расслаблять, его массажистом идти. Больше газу, чем ты даешь вообще, больше газу. Рулем не крутим. Я ничего не вижу. Вот тебе не надо видеть. Это было непонятно, но я как-то делала, не знаю как. Так я ничего не вижу. И что, вот так у тебя прямо надо ехать. Рулем не цыганить, не крути. Слушай, а что такое цыганить рулем? Что это может быть? Цыганить, это я думаю, что он имел в виду вот так вот делать. А цыгане так делают? Что? Слушай, спроси у цыганей, я тут при чем? Надеюсь, хорошее настроение Руслана не покинет и дальше. Ведь впереди последнее сегодняшнее упражнение. Эстакада. Газу, 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 вот. Газу, 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 вот тебе газ. Отцепление ничего. Ну что, значит, не херен его отпускать. Какая-то русская народная песня. Газу, 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 газу. А сцепление чего? Нафига его отпускать? Стоп, 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 стоп. Приходилось полагаться только на свою скорость реакции и ручной тормоз. Аж дым пошел. Засмущалась она. Ну, сцепление подпалили, конечно, немного, но эстакаду покорили. А это значит, что сегодня обучение для Оксаны и Руслана подошло к концу. Смотрите далее. Ну, перестань на меня, радио, я теряюсь теперь. Либо ты учи, либо колупай мозг. Мы не на гор, не подборку едем от горы. Трогайся давай. Не въедешь. Я не поеду, блядь. А, копчение. Копчение. Я тебя прибью. Ну, что ты, блядь. Фитнес-клуб отдыхает, килограмм по 10 сбросили. Это хорошо. Хотелось его прибить, потому что неправильно, что там не объясняет. Хотелось и ее прибить, потому что объясняю нормально. Не понимает нифига. Я вообще не знаю, что я буду делать в городе. Это вообще жестяк. Я вообще в шоке. В шоке и Катя. Она собирается с духом, чтобы проехать эстакаду. Давай-давай-давай-давай-давай. Отпускай, отпускай. Плавненько-плавненько. Оп. Комняем. Ох. Когда я съехала с эстакады, облегчение было. Больше газу. Больше. Больше газу. Сколько можно говорить? Там больше, здесь меньше. Ну, блин, ну, Костя, ты определись. Когда ты глохнешь, то больше газу. А когда разгоняешься и не надо тебе лететь, то, наверное, надо меньше газу. Вроде бы все понятно. Вот только на полтона бы пониже. О каком-то там загадочном моменте ты говоришь. Слови этот загадочный момент. Как его словить? Если бы я могла оторвать руку от руля, я бы ему удалась. Очень сильно боюсь с Катей выпускать в город. Я вообще себе мало представляю, как это. Завтра будет проходить. Ну что, Оксана или Катя? Оксана. Просто потому, что позитивнее? Я думаю, в такой атмосфере легче учиться. Ну, а научился-то кто больше за этот день? Никто. Костя и Катя после напряженного дня решили выпустить пар на стадионе. Но, видимо, мало пробежали. Мало. Представьте, это как ты стартуешь. Тебе надо плавно отпускать сцепление. Я плавно отпускала. В чем проблема? Я реально очень плавно. Потому что ты газа не давала. Я давала газ. Она у тебя глохнет. Если бы ты давала газ, она... Ладно, Костя, все, давай потом. Достала. А вот пара-конкурент по дороге домой пытается ответить на два вечных вопроса. Кто виноват и что делать? Ты просила четкие команды? Я тебе давал четкие команды. Но я один охрен не выполняла четкие команды. Сели в машину, не забудь сделать то-то, 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 то-то. А не так, сели, поехали. Ну, все очень просто. А она систему поняла. Вот попробуй найти ключик. Нашел ты ключик. Слышишь, какой нафиг ключик? 9 на 12 или 20, ключ на 24? Нанотехнологии, блин. Надо быть таким сильно умным. Не знаю, учил ли кто-то из них правила дорожного движения, но очень надеюсь. Завтра же выезд в город. Итак, сегодня второй день обучения. Оксане и Кате предстоит впервые выехать на большие дороги. Но практика без теории невозможна. Посмотрим, кто из девушек заглядывал в наши планшеты с ПДД. Здравствуйте, Катя и Костя. Сегодня вы впервые выезжаете в город. Прежде чем это сделать, вам, мне нужно проверить тебя на знание правил дорожного движения. Что означает нерегулируемым перекрестками и как правильно нужно проезжать по нему? Это где нет знаков, нет светофоров, которые бы подсказали, кого нужно пропустить вперед. Все верно. А где помеха? Я хотел услышать в конце этого длинного аналога. Ты откуда же она знает? Помеха справа. Ну? Что, ну? Помеха справа надо пропускать. Да. Хорошо. Ты знаешь? Я знаю, как французы говорят, береги правый бок. Это когда нет светофора, либо регулировщика. И тут правило правого... Помеха справа. О! Так, окей. За сколько метров до перекрестка нужно включать поворотники? За 20. Вспоминай. А знаешь, что смеется? Почему его так писали? Потому что сам не знаю. 50. Часто говоря, я сам не помню. Ты понял? Я же вижу по реакции. Ну, ответ был правильный в городе за 50 метров. Что означает прерывистая линия на дороге? Разметка. Теоретически-то правильно ответила. Только не договорилась, что можно выезжать на встречную полосу, если надо кого-то обогнать. Все. Разделитель между полосами. Окей. Видишь, не кричит, никаких претензий. Ну, разделитель так разделитель. Ну, поехали дальше. Руслан, ваша задача также проявить жену на знание всех знаков, которые будут встречаться на дороге. Катя, соберись, удачи. Спасибо. Ну что же, в город. Разгоняемся. Я очень боялась выезжать, со страхом перепутать педали. Газу! Еще больше! Я боюсь! Раз, пол! Нет! Раз, пол! Ну, я боюсь, газ! Давай, ну, блин, здесь в город! Завелся, Костя, с первых минут завелся. Это что еще за умник? Не знаю, дурак. Ну, дурак, он не дурак, он дебил. Это очень тонкая грань. Отделяем еще одно понятие от другого. Так, поехали. Тихонечко выворачивай, руля вправо сильнее. Так. ***! Неожиданно. Что за хрень? Фу! Невесело и Руслану. Испугались наши мужички. Выжимаем сцепление, притормаживаем и поворачиваем. Больше газу! Больше! Мало газа она давала, и, соответственно, машина глохла. Да я даю больше газа. Да ты ни х** не даешь! Давай больше газу! Неожиданное предъява. Ехали, ехали, все было хорошо. Что он постоянно прицепился к этому газу-то, а? Может, у него газа дома нет? Может, не топит, конечно. Это было достаточно эмоционально. Ну, березай на меня орать, я теряюсь теперь. Костя не выходит из образа кричащего учителя. Может, Руслан поспокойнее? Слушай, дорогу сделай классно. Да хрен с ней здоровай, ты на дорогу смотри, блин. Я еду, мне похи. Она дорогой восхищается. Классную дорогу сделали, блин. Дорогу смотри. Хрен с ней здоровай, ты на дорогу смотри. Ты когда только что похвалила дорогу, значит, она на нее смотрит. Все же логично. Ты, главное, держи дорогу свою. Не виляй из стороны в сторону, пожалуйста. Слушай, ну, блин. Что на умный? Сколько лет водишь? Много вожу. Ну, ты же просила научить. Ну, Оксана у меня вообще вспыльчивая. Знаете, как говорят, продается нервная, хорошая нервная система, заводится с полоборота. Вот это вот про Оксану. Слушай, либо ты учи, либо колупай мозг. Смотрю, и девушки наши начинают нервничать. Нервы – это же как цепная реакция. Ну, зачем ты постоянно меня дергаешь? Сколько можно без поворота и притормаживай? Ни поворотом, ни х**а. Моя рука мне мазнишает здесь. Ну, гостя, блин. Газу, больше, газу, больше, 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 больше. Когда он здесь начал кричать и повышать голос, это было неожиданно для меня. Ну, как это на меня кричат? Я буду кричать в ответ. Левый поворот у тебя должен… Это, х**, правый поворот, а не левый. Ну, не ори. Я не видела. Как ты не видела? Куда ты можешь ехать? Как ты можешь без знаков ехать? Ну, не гряди на уши. Куда ты руль кинула? Ой, мать. Ха-ха-ха. Сцепление кто будет выжимать? Ой, мать. Я не могу. Что ты не можешь? Уже эмоции брали вверх. Твоя правда, Костя? Таких эмоций наша программа давно не видела. Тормози. Сцепление и тормоз. Тормоз, б**. Интересная реакция. Я несколько машин на нашем проекте спас. Ручник дергал. А здесь что человек делает? Руль дергает. Правильно, зачем? Ты же не видишь, что они остановились? Руслан иногда повышал голос. Видно, х** знает откуда, что они стоят. Ты прешь в них. Газу. Больше газу. Ага, чтобы ты потом кричал. Дурак. Дурак. Очаровательная пара. Мне очень не нравится. Мне тоже. Блин, Руслан, ну не рули, ты не лезь ко мне. Дурак, б**, бери свои руки. Чуть левее. Чуть левее. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Взял себе в руки и сказал так чуть левее. Диджей такой, да? Достал. Правый поворот. Выруливай, там все хакова не смотрят. Потому что я в ответ повышала голос. Мы как бы были такой сумасшедшей парой. Потому что справа, б**, мерседес, с**ой, два лесопедиста. По-моему, опаснее лесопедистов только наши новоиспеченные водители. рядом с такими учителями как наши девушки еще не оглохли от таких криков а катя еще и ехать умудряется под эти крики я красный свет красный свет стой зеленая стрелка блин так на самом деле все по она все правильно сказала там была зеленая стрелка стрелка она могла поворачивать даже с горки тронуться не опустил когда ты трогалась он реально мешает ей учиться мешает поехали только в него не уйдет ой-ой-ой что это оксана делает я надеюсь это не минуту молча я только хотел сказать полу минута молчания у нас я уже была действительно готова бросить все развернуться уйти психануть заводи машину не хочу не не ярус он уже никуда не поеду я не поеду достал уже для оксаны это вполне нормальное явление когда она психанула искал все поеду хорошо начиналось неожидан позитивная пара у нас было а теперь позитивный только руслан оксана не шутит и похоже продолжать обучение сегодня больше не собирается я честно я уже не могу меня машина не слушает очень боюсь завтра оксана за свою машину пустить с оксаной все понятно а тем временем кости и катя тоже паркуются и наверное правильно надеюсь теща не смотрит эту передачу ты куда назад едешь ты в знак будешь езжать ты в машину будешь езжать я сказал стоп костя блин да костя темпераментно мужиком ты оказался а с виду и не скажешь вчера разбирали тысячу раз проговаривали а по факту ноль кости оказался мужчиной настойчивым если уж учиться то 24 часа в сутки не дает же не расслабиться ставлю на место включая левый поворотник и сразу выравниваю доезжает до середины машины где после этого мы включаем заднюю передачу но она у нас дергается руль мы выкручиваем другую сторону едем знает куда мы нормально ехали что-то нужно было меня просто достаешь ты меня уже достала завтра сама будешь ехать до нервничает мужья накануне третьего дня обучения и неудивительно ты это вообще транзис понимаешь никаких нервов не хватит все волосы блин с седыми становятся раньше времени не ставит не завтра страшно ехать а нам еще воскресенье до мамы ехать потом будешь звонить мама мы не приедем я такая молодец я уфигачила машину слушай не голубой мозг мы приехали сюда отдыхать или обсуждать иди отдыхаем грушу грозил сегодня самый страшный сон наших мужей станет реальностью жены выйдут в город на их автомобилях здравствуйте руслан и оксана ваше первое задание на сегодня в конце проспекта вам необходимо забрать пассажиров и отвезти их по указанному адресу понятно возле речного вокзала вам необходимо забрать пассажиры и отвезти его по указанному им адресу удачи и помните мы видим все стопадово будет аквариум пятилитровая банка золотой рыбкой и так заводим вот молодец сцепление не успела что значит не успел эти сколько раз говорил сцепление сцепление как должна помочь информация сцепление сцепление сколько раз я тебе говорил сцепление завелась чувствую что блок не сразу же левой ногой считаю что громкие децибелы быстрее донесут мысль самый яркий пример как свой автомобиль поменял людей такие были позитивные ребята веселые на тебя агрессивный муж и запуганная жена так руслан завелся в тот же момент что и мотор его машины сейчас посмотрим что там костя газу давай машина едет смотри зеркало не надо мне говори что мне делать а тут продолжается экшен езжай покривее держится перестань пожалуйста дергать за руль после этим прошу очень не прошу и когда я дергаю ты должна мне давать дёргать сцепление выжало после перестаньте я управляю машиной ты управляешь да я когда мне костя объяснял он это объяснял настолько на повышенных тонах что я достаточно сложно воспринимала всю информацию а кости объясняет просто кроме криков ни одного дельного совета может хоть руслан собрался с мыслями все спокойно без нервов не газу так глаза не закрывай что нажимать пока ничего да много обещающее начало дня ничего не скажешь а вот и пассажир кати с кости милейшей души человек стоп стоп вровка уже очень попрошу очень внимательно столько труда было вложено в это все опять подлый ты щучек там пираньях каких-то положил нет можно на картошку пригласить нет она копчение пригласите я прибью когда первый раз мы тронулись так что водичка полилась второй раз водичка полилась потом мне уже приступы было все равно для очистки что думала он нуждал подходящего слова чтобы сорваться копчение его вывела из себя ты понимаешь не понимаю понимать не хочу отливать водителя за рулем хотя никто не отвлекает твое дело рулить вот и руль подытожить кости разлитая водичка точно не помешает остынет немного а вот оксана с русланом потеют над процессом обучения и поворачивай тихонечко поехали скажем так разум терял полные границы во власть вступали эмоции тормоз тормоз все не цензурные слова в сторону у вас ребята интеллигентная пассажирка смотрите далее вот не кричи на меня на светофоре больно умный 2 трогаешься все хватит задача что ехать они сейчас что-то начнется я думал будет блокбастер оказалась комедия здрасьте тормоз тормози не волнуйтесь а цвету вот таща же господи вот спасибо ноги хорошая картина репина приплыли а кого-то посадила в автомобиль кошатницу ну что поехали едем машины они далеко были не рядом они пока так ребята давайте не ругаться давайте спокойно не столько коты раздражали сколько бабушка вечно бутнящая сзади ну как там котик нормально котик жив здоров и веселый бодр мы на красном сейчас мы сейчас на красном где этот газ где-то тормоз вообще что-то меняется у этих людей я не успеваю за изменениями в общении ну не получается у меня сразу боже мой опять к реке эти пошли не надо кричать это бабуля вы еще не в машине у пары конкурента если бы я уже более уверенно было ты была обязательно высадила за его крики и и поезжай перейди концентрируйся ты водитель и на второстепенный стой твою мать стой второй раз чуть было главное это спокойствие рыбу когда ловишь главное сконцентрироваться знает дедуля толк она очень постараться мне так кажется это прекрасная пара это замечательно мне очень нравится так все переживаю за рыбака пора его высаживать пусть идет домой жарить улов спасибо большое после замечательных рыбок мне уже не было никакого страха задача что ехать они тормозит тормозит тормоз мне уже ой мамочки можем нет это с такой поездкой а сейчас высадим чем проблема поехали поехали оксана часто глохла на дороге могла остановиться долго не тронуться с места одному богу известно почему 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 да потому что третий день за рулем да еще и ты руслан покрикиваешь время от времени сейчас угробим всех и готов бедный котяра спрячься морду сцепление действительно для нее самым сложным моментом это был момент трогания с места тормоз тормоз вот за ним за красным и красным автобусом он сам встает под машину козел блин ой как ругаются боже молодежь ругаемся как хотим таки ругаемся и листья плене меня раздражало все я вот реально уже задолбался говорить руслан улучшается все хватит такую авантюру я влез первый раз и наверное последний на держи этого кота то что было в автомобиле это абсолютно это был не руслан это был другой человек вылазь из рубля что это такое ребята бабушка помолчите пожалуйста немножко ничего мне кажется бабушка и котики уже приехали ну что ребята обучение не закончено впереди еще одно задание гостя и катя вас ожидает еще одно задание с этого момента оксана будет ехать домой самостоятельно за каждую вашу подсказку вы будете оштрафованы на 6500 рублей случае вашего выигрыша еще было страшнее раза в 3 оксана уже была готова выйти с машины сказать все не хочу задание прочитали интересно это руслан нам говорит слух прочитали зайчик домой видит подожди давай досмотрим давай досмотрим оксана прием прием а кати между прочим собралась духом и уже начала свой путь домой без подсказок главное что побыстрее это все закончилось мне как-то хотелось чтобы мы доехали до конечного пункта назначения без происшествий полез такой шесть с половиной тысяч рублей как раз назад положил руку но надо нужно сделать и подергал лицо на меня пропускает спасибо чувак ты сделал благодарность нам здесь я пропускаю здесь главное но ничего подсказка минус 6 половиной тысяч рублей старостепенный выезжаешь он было страшно очень страшно какого ты не пропускаешь машин нет я не подозревала что мой муж может себя так вести в машине точно также как и а мы вот за эти три дня уже привыкли тем временем оксана вышла из транса и тоже рулит написано не подсказывать я не подсказываю молчу я так понимаю что думает что мы не слышим если разговаривать закрытым ртом никто не догадается товару другой ключ поверачивая налево ехал молча старался как-то может быть жестами подсказывать но она все равно на меня не смотрела не лезть я молчу дорогу промолчала руслан старается но не получается кости ты не можно подсказывать да нет сюда заедем это была подсказка ну что же катя справилась очень страшно габаритов машина я не чувствую я первый раз за рулем этого автомобиля не не хватает внимания следить за дорогой и читать знаки но и руслан с оксаной тоже почти у дома в принципе я с собой довольна молодец шторма эмоций за один день у меня никогда не было нервной страшной смешной и истерикой паникой сказали не подсказывать я же молчу что-то там пытался махау масло я здесь я не видела наш яма смотри после сегодняшнего мне уже все пора по барабану три дня обучения позади завтра день экзамена и ничто так не повышает боевой дух как обращение конкурентов друг другу дорогие костя и катя хотим пожелать вам удачи тем не менее не забывайте что у нас точно так как и у вас есть желание победить в этой программе мы сегодня покатались круто я запарковалась боков это же машина целом мы вам желаем завтра хорошо проездить но победа все равно будет за нами что эти лучше у меня самый лучший сегодня день экзамена и совсем скоро мы узнаем чья жена рулит кости или руслана кого я вижу это же мои любимые роксана и кака скажите мне барышни самый главный вопрос вы хоть чему-то научились за эти три дня конечно конечно научились я если честно удивлен потому что с такими учителями как ваши мужья вряд ли кто-то бы тронулся с места руслан и кости я бы вам приз не отдал как скажешь валер так скажешь не отдадим но девушки старались девушки до приз заслужили поэтому одна из вас сегодня получит денежное вознаграждение а вот кто узнаем сразу после экзамена и первая пойдет так кто быстрее моргнет вот катя погнали и так первый сдавать экзамен будет катя когда сел валерий в машину мне стало страшно поехали поехали ну что стартовал довольно уверенно твоя заслуга нам старались твоя задача до конца проехать по змейки практиковали змейку змейку не практиковали а ну тогда смотрим на результат с такой скоростью даже я не проеду а не попала так и выкручиваю выкручиваю выкручиваем но 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 че зацепит колесо 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 на ребре лежит эх катя завалила змейку может припарковаться удастся будем гараж заезжать задним ходом он не вписываясь было обидно когда я понимала как это делать и не получалось ты сможешь уйти валера не выйдет я имею да если там была стена а он такие вещи проверяет что-то катя не везет сегодня может валере нужно тон поменять но не привыкла жена к спокойной атмосфере в машине поехали на эстакаду ты чуть по диагонали стоять на и весах он на чтобы она плавно сейчас ах попытка номер два главное чтобы она затянула правильный ручник так остановились бросила сцепление поэтому заглохли последняя попытка были моменты когда было стыдно я думаю что это была эстакада давай давай веселее я начала переживать то если не успею выкрутить руль то мы слетим с эстакадом но с третьего раза но вышло же самое главное когда заезжаешь не крутить рулем зачем ты постоянно пытаешься свалить автомобиль в мою сторону едем сдавать экзамен теперь в город ну все они поехали в город ждем что такое проверяешь с какой скоростью мы можем ехать на первой заглохли чуть-чуть можно было бы сюда заезжать белая стрелка россии нет на заправке будем разворачиваться зачем ты так далеко стоишь держи дистанцию какую два метра или метр а мы сколько держали неважно сколько мы держали я третий день за рулем еще очень плохо чувствую расстояние останавливаемся сразу выходим выходим батюшки вместо слез смех первый раз такое вижу ну довольно все хорошо было страшновато но валерий очень отлично меня поддерживал помогал а теперь очередь оксаны приятного просмотра руслан поехали ничего себе мы поехали судя по всему это будет увлекательное зрелище да приготовился закупился попкорном вот это у него фильм она змейка это самое сложное выкручивай 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 уже пора не проехал не проехал нет нет не вписалась и уже бросает и сцепление заглохла заглох поехали для нас камень преткновения это трогание с места что в принципе на экзамене и показала что же мы будем делать я думал будет блокбастер оказалась комедия сам мы так никуда не увидим если вы будете бросать сцепление он показал что я ездить не умею и мне далеко до совершенства честно я потерялась будем заезжать задним ходом в гараж ой 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 ничего себе установка не засчитана это был такой способ что просто даже не передать словами это было действительно очень и очень стыдно поехали через эстакаду я вам сейчас мы уже сзади поставлю чтобы вас лучше получилось ну что же руслан попкорн и эстакада сейчас что-то начнется можно мы спрячемся под эстакаду главное не бросить сцепление как обычно когда заезжала на эстакаду переживала я не хочу чтобы повредили своего мужа я как конкурент хочу чтобы она не заехала на эстакаду реально больше даст больше даст как он может спокойно есть попкорн проезжаем а теперь едем экзамен сдавать в город все они поехали в город будем надеяться что у этого фильма счастливый конец не надо в бордюре их правило дорожного движения знать зачем вы останавливаетесь ну потому что машины едут и что что машины едут вы же на главной дороге находитесь ехать планируете вы смотрите вообще на светофоры на желтый ехать можно было нет хочу поехали потому что протыкала с какой скоростью можно передвигаться по городу ну моем случае не более 70 километров а в моем а подождите в моем случае это вообще не более 60 километров а в моем случае тоже не более 60 километров час то есть с какой скоростью можно перемещаться не более 60 километров в час пропускаем говорю мы тут пропускаем справа останавливаемся вы хорошо поездили самокритичные сегодня у нас участница вот вы тут общайтесь а мы идем принимать решение кто же победил экзамен завершён всего несколько минут и мы с валерой будем готовы объявить победителя ну что экзамен закончился для вас и сегодня мне практически все понравилось оксана хорошо хорошо было на площадке достаточно уверенно прошел город чуть-чуть хромает правила дорожного движения катя еще лучше получилась площадка ты тоже очень уверенный водитель в городе давайте же поймем кто из вас более отчаянно кто получит наш главный приз 65 тысяч рублей судя по тому валера как болталась твоя голова когда оксана тормозила и газовала все таки более отчаянно и вы поздравляю вот только деньги мы даем не за отчаянность а за уверенность за рулем это вам ура вас поздравляю с дачи экзамена поздравляю я думаю вас все получится поздравляю чтобы сказать что вообще вообще не расстроилась самую малость конечно как бы хотелось выиграть для победы оксане не хватило именно опыта я подумываю пойти на курс но только на курсы на своей машине наверное оксана ездить не будет нет слов мы не ожидали и денежным призом мы не шли для нас был скажем эмоции самое важное и важно было побороть страх то есть это уже наш был приз вы думаете теща ваша самая основная проблема в жизни этого еще не сажали жену за руль с вами было шоу научи жену рулить денис косяков валерий шевелем увидимся на телеканале ю